Да, все включено. Это в принципе у них не работает. То есть человек должен для начала разобраться, что такое 10-ти уровневый маркетинг. Можно заработать даже 3 рубля, если перевести одну монету в фиат. То есть люди обесценивают вот такие маленькие заработки, потому что не понимают, насколько сильно это может масштабировать. Если вы получаешь, а у тебя километрия 10 тысяч человек, это в сутки 30-40-50 тысяч. Ребята, давайте я вам проведу такую параллель между блогерами и между аирдропом, чтобы у вас чуть-чуть такая картинка нарисовалась. Смотрите, зачастую, очень часто в последнее время я начал сталкиваться с блогерами, которые принимают оплату в криптовой услуги, товары предлагают. И принимают оплату в витке, в эфире, в саланах и так в разных других монетах. Я вчера об этом думал, и мне, знаете, как будто вселенная ко мне отправила человека, который предложил мне оплату своих услуг. Он занимается разработкой, как сказать, материала для внешнего потока, точнее для аудитории воронки и так далее. По его технологии, как продвижение тиктока, можно там в день 30-40 клиентов получать от монет Артерии. К чему я это веду? Смотрите, короче, есть блогеры, которые принимают оплату в крипте. Этому человеку можно объяснить такую вообще банальную истину. Ты можешь заработать, ты можешь сказать, что ты принимаешь оплату в крипте, в монете Артерии. Эту монету можно заработать в аэрдропе. Учишь человека зарабатывать эту монету и помогаешь ему продать. То есть протестировать на самых маленьких. Вообще, чтобы все это начало работать, в совокупности я сейчас буду рассказывать, чуть-чуть, по чуть-чуть придет понимание. Первый раз самому вывести вот эти 420 монет, чтобы вы увидели, как это работает, чтобы вы могли показать человеку, вот я заработал 420 монет, вот я получил. Делать касание, рассказывать какие-то громкие слова, там, истории, куску. Никакого маленького, малейшего. Человек мог делиться каким-то опытом, он должен иметь результат. То есть или же какое-то наблюдение, которое действительно при малейших действиях приведет к результату. На сегодняшний день у меня не возникает сложности даже подойти на улице к подростку и предложить такой способ заработка, как продвигать приложение. Я сейчас просто кратко презентацию проведу, каким образом я рассказываю людям о том, каким образом он скачивает телеграм, если у него нет, переходит по моей ссылке в телеграм бота. Я ему объясняю, как это работает. Человек скачивает приложение, подписывается на канал, регистрируется, получает приветственный бонус. То есть, если перевести этот приветственный бонус на фиат, это 60 рублей. Ребят, за скачивание ты получаешь 60 рублей. Человек уже понимает, что я ничего особо не сделал, заработал 60 рублей. Понятно, что, стоп, ты их пока вывести не можешь, но ты можешь предложить трем людям, которые скачают, предложат другим, и ты начнешь по чуть-чуть зарабатывать, копить 420 монет. Смотрите, в теории, в теории, одного человека в день, проще паре на репы, одного просто. То есть, за месяц вы пригласите 30 человек. Если вот даже по сложному проценту прибавлять, вот вы пригласили одного, и он тоже с тобой повторяет. То есть, дублицирует тебя. Через месяц под вами будет плюс минус 400-500 человек. Ну, то есть, удваиваться медленно вниз. Одному грамотно объяснить. Короче, суть в чем? Создаете чат. Вот, лучше всего у меня... Те, кто не умеет создавать чат, мы найдем людей среди наших топ-лидеров, которые проведут амассессию, либо презентацию, либо трансляцию экрана, где мы доступно объясним каждому, как создать чат, как добавлять людей. И наша задача, человека, который только начинает продвигать аэрдроп, пригласить всего лишь пятерых. Вот смотрите, как у меня вообще это все получилось. Кто-то может говорить, что у меня там, за меня сделали эту работу, кто-то другой, типа, я вообще не причастен, мне повезло, там, и так далее. Нет, ребят, тут повезло, не повезло, это так не работает, на самом деле. Почему я решил обратиться к подросткам? Ну, к девятнадцать, семнадцать, шестнадцать-девятнадцать лет. Так получилось, что, ну, я последние полгода наблюдаю за их трендом, они с телефонов не уходят, у них свои какие-то беседы, свои чаты, школьные чаты, институтские, колледжные, у них везде есть чаты, у них везде какое-то общение, они все друг друга знают. То есть, раньше мы знали друг друга в лицо, сейчас мы знаем друг друга в сети, и в сети мы друг друга больше знаем. В чем смысл? Находите пять человек, создаете чат, добавляете их в этот чат, пятерых, просите своего наставника зайти в этот чат, провести маленький зум на этих пять человек, грамотно объяснить возможность заработка от минимальных действий. Когда вот эти пять человек, и задача этих пятерых людей будет в течение дня, одного дня календарного, дедлайн, завести в этот чат еще по пять человек. То есть, и вы опять же обращаетесь к своему наставнику провести зум уже на 25 человек. Вот когда 25 человек будет в фокусе работы, когда начнут работать, буквально еще через 10-15 человек какие-то из этих 25 первых людей уже сделают первый вывод. Уже будет 40 человек под кем-то, а он уже сделает первый вывод. Ваша задача, вот этот первый вывод этого человека, закинуть в чат, чтобы 25 человек увидело первый вывод, помочь ему продать монеты, показать, как это работает. Смотрите, вы показываете человеку, как продаются монеты. Скидываете скриншот в чат, человек видит, что уже кто-то заработал и уже понимает, что у него там плюс-минус 100-120 монет есть. Осталось, в принципе, чуть-чуть. У него начинает работать уже финансовое мышление чуть-чуть, он уже понимает, кому можно предложить. Там дома сейчас одному скачает, сестре позвонит, третьему, пятому звонит, и начинается вот эта суета. Ваша задача в этот момент работать на то, чтобы в чате была динамика, чтобы в чате люди добавлялись. То есть, вы мотивируете их дополнительными акциями, дополнительными бонусами. Кто больше всех пригласит сегодня, 100 монет получает и так далее. То есть, он приглашает людей в чат, работает, вы его поощряете, что он мало того, что заработал через айш-дроп, еще получил монет 100 благодаря тому, что потрудился. Ну, это уже от наставника. Вы возвращаетесь в чат, проводите зум на 25 человек со своим наставником. И вот у вас уже есть фундамент. 25 человек, которые в фокусе, которые понимают, что это вообще легче парен и репы, работать, зарабатывать таким образом деньги. Смотрите, в чем прикол. Вот как только ваш партнер начинает зарабатывать стабильно в день 420 монет, 450, 500 монет, партнер уже, как минимум, готов с вами заходить в артер и делегировать. Вы ему грамотно продадите, что эти проценты и пассивно вторым способом заработка. Вы его знакомите с проектом. Условно говоря, у вас идет такая параллель касания, чат, потом знакомство с айрдроп и перейдящее в артере, уже в стейкинг, в технологию добычи. То есть, когда вот этот параллель у вас будет проходить именно как стабильно, то есть человек видит, как вы работаете, начинает дуплицировать, где-то на третий-четвертый день у вас в чате, вот в этом новом вашем, появится один или два человека, таких же, как вы, которые уже умеют все это делать, умеют создавать кошельки, умеют продавать, умеют помогать выводить. Объясняют, что у вас в вашем чате уже начнут работать. Когда в чате будет 100 человек, вы там уже не нужны будете. Ваша задача будет прогревать, заходить, мотивировать и так далее. Пока вы не покажете своим людям действительно возможность заработка, никто не захочет поменять шило на мыло, понимаете? Тем более здесь как-то неубедительно. Не поверить можно. На самом деле можно, только просто нужно грамотно объяснить. Я не скажу, что у меня из 10 предложенных все 10 соглашаются. Нет, наверное, человека 4 соглашаются, и из них 2 начинают работать. Но сама суть из тех 6, которые отказали, через неделю возвращаются, потому что видят, что я уже зарабатываю. То есть все равно качество вашего преподнесенного посыла информации влияет на то, как он будет наблюдать за вами за кулисами. То есть человек в любом случае будет смотреть, работает это или нет. Лучше спрошу через неделю. Потом он пожалеет, что он просрал неделю. То есть тут работает эффект обученной выгоды. Человек поймет, что его люди переходят к тебе в команду, и его знакомые уже под тобой. Идите по головам, идите вообще вот так вот на таран. Просто предлагайте всем. Предлагайте только грамотно. У вас через неделю появится уже система, такой скрипт продаж. Заработок без рисков, без вложений. Вот. Еще ключевой момент играет, когда ты человеку объясняешь перспективы в том, что это новый мессендер. Ему всего лишь 2 месяца. Скоро выйдет новое обновление. Вот. Мы сейчас его масштабируем, популяризируем. Хотим поднять в рейтинге PlayMarket и WebStore, чтобы было минимум 100 тысяч скачиваемые. Это будет влиять на наши показатели. Мы будем популяризировать. Преподносишь, что Telegram и WhatsApp раньше тоже никто ими не пользовался, пока не набрало вот эти масштабы. Они раскручивались по-другому. У них свои реферальные вознаграждения были. Тоже отратишь своим друзьям и так далее. Ссылку пригласи. Ну, много чего. Мы просто не знаем. Это не российские компании и так далее. Ну, возможно, какие-то плюшки были. Вот. Не суть. У нас сейчас такая плюшка. Благодаря этой плюшке можно зарабатывать бабки. Вот. Через месяц, через два, через три, может быть, 100-200 тысяч пользователей. И смотрите, какой прикол. Вообще, самое крутое, с чем я уже начинаю понимать, как вообще этот Airdrop будет популяризироваться в дальнейшем. Если, ну, наш президент компании, ну, сделает именно так, как я вообще представляю, ну, я ему ничего не говорил, но у меня есть представление, как вообще это круто будет работать. Смотрите. Было бы круто сроку. Канал по нашему Airdrop, чтобы человек подписался на канал, и мы бы видели, сколько у нас людей реально продвигает Airdrop. Там, допустим, 300 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч. То есть это 200 тысяч человек, у кого будет в Телеграм-боте, сколько шлеп в Airdrop. Так вот, в дальнейшем есть разные паблики, каналы, кому нужна подписка на их канал, чтобы была какая-то аудитория. Вот этот человек покупает у кого-то на боте 100-200 тысяч монет через Airdrop людям, которые подпишутся на его канал. То есть постоянно будет реклама. Человек покупает монеты. На Airdrop нужно подписаться, и вот этот трафик денег, потому что людей, которые хотят, чтобы у них был канал накручен, там много подписок и так далее, вот их очень много. То есть постоянно к нам будет, чем больше в Airdrop пользователей будет, тем больше мы будем стоить на рынке, потому что Airdrop мы можем продвигать не только нашу компанию через этот Airdrop. В дальнейшем мы можем там что угодно продвигать. Просто подпишитесь на какой-нибудь, понимаете, прилетают уведомления на Телеграм-бота, подпишитесь на этот канал и получите 5 монет, например. Эти 5 монет раздает какой-то интернет-магазин, условно говоря, за каждую подписку, каждому человеку. И вот в чем прикол. Когда под вами будет 10 тысяч человек, 20, 30, и вот начнется вот эта движуха, за каждого, кто вот, представьте, начинаются так... вамщики у нас в Airdrop, и когда у вас команда, все эти 10 тысяч человек, например, под вами подписались, и вы с каждого получили процент, потому что он получил 5, вы за него получили одну монету, условно говоря. И чем больше людей... Один-два клика в просторах интернета... Помните, изначально, когда наш чат создавался, я об этом вещал, что можно зарабатывать в интернете за клики. Вот сейчас это такая же история. Мы зарабатываем за клики. То есть за клик, за скачивание, за подписку и так далее. Вот сейчас это вы... ...какие-то приколюшки в Airdrop. Просто история про DEMP. Это вообще история про масштабирование проектов. Вообще силу и возможность Airdrop, потому что они не понимают, как вообще он может масштабировать. Люди думают, да... Нет, ребят. 100 тысяч человек скачают, это 100 тысяч пользователей в Airdrop. Это уже реклама. Это уже просто 100 тысяч человек у вас в боте, и за эти действия они готовы зарабатывать. За какие-то действия они готовы зарабатывать, а кто-то за эти действия готов платить и компании, и им. Понимаете? И вот такая интеграция идет. Человек платит и компании, и платит и людям. И люди довольны, рекламщик довольен, и у нас ликвидность. Ну, если понятно, просто... А, вообще, интересно слушать или нет? Ребята... Очень интересно. Эдмон, только что-то со звуками. Слышно? Слышно сейчас? Слышно через слово. Вот. Короче, условно говоря, наша задача сейчас масштабировать этот Airdrop прям по максималке, потому что это все наши будущие пользователи, вообще даже, ну, неважно, будут в Артере они, и нигде они будут, они в нашем Дропе. Это нашей компании Airdrop. То есть, в дальнейшем, я еще раз повторяю, туда все, что угодно можно прикрутить в Airdrop, там, интернет-магазины чьи-то, люди вот будут просто постоянно, вот такая коллаборация, человек купил на боте, раздал их людям в Airdrop, люди на них подписались, человек получил своих заказанных подписчиков. Все, едем дальше. Другого нашли, другой покупает с бота у кого-то монеты, раздает их в Airdrop людям разным. Это может быть ваша структура, может быть чья-то. То есть, чем больше у вас людей будет в Airdrop, этот Airdrop, это не на один день, не на одну неделю. Это, ну, один из вообще мощнейших инструментов. Если у вас есть время сегодня, ну, посмотрите, какие каналы есть, и сколько у них подписчиков в Телеграме. Миллион семьсот тысяч Airdrop, каналы с Airdropами. Миллион семьсот. Чтобы вы понимали, миллион семьсот человек, тысяч. Просто этот человек сейчас заходит в разные Airdrop и заводит свою аудиторию за собой. Вот из этих миллион семьсот тысяч, если даже один процент зайдет, человек за день зарабатывает сто, двести, триста тысяч. Чуть-чуть вникните в масштабы и чуть-чуть еще задумайтесь о том, что без чата у вас, в принципе, ничего не получится. Надо перестать надеяться на наставников, научиться всему интерфейсу, научиться вести чаты, научиться общаться, научиться брать на всю ответственность, научиться делать касания, понять, что это прибыльно, понять, что здесь нет рисков, понять, что здесь нет вложений, и здесь масштаб мероприятия вот этого всего прям заоблачно фантастический. Чуть-чуть люди недооценивают вообще. Знаете, кто-то ждет выход лаунчпада, якобы это поможет, кто-то ждет там, пока изониум раскачается. Ну, ждать незачем. Вот продукт, который, короче, до раскачки изониума, до раскачки лаунчпада может такую ликвидность создать просто, когда у нас, например, будет в аэродропе 200, 300, 400 тысяч пользователей, уже, в принципе, к нам будут люди обращаться за рекламой. Я прямо отвечаю. Я готов буду заплатить людям за подписку, там, условно говоря, 100 тысяч рублей, подпишитесь ко мне на Инстаграм. Ну, например, я к Марку обращаюсь, говорю, сделай, пожалуйста, в аэродропе мою ссылку. Вон там, подпишитесь на вот этого человека в Инстаграме, скидывайте скриншоты и получите 10 монет. И вот там 100 тысяч человек перешло, подписалось. Я каждому раздал по 10 монет. Меня это устраивает. Все, люди заработали, я получил рекламу. Вот. Это будет работать вот так вот массово. То есть люди уже будут понимать, что на нашей платформе могут зарабатывать какие-либо деньги. И чем больше у них команда, тем больше они могут зарабатывать. То есть чуть-чуть вдуматься вообще в масштаб того, как и куда, и насколько далеко и дальновидно можно развернуть сам аэродроп, у вас не останется желания и возражения, чтобы его не продвигать. Чуть-чуть понимание того, что в жизни любой продукт нужно пощупать, нужно понять, как это работает, и потом продвигать. Здесь, знаете, скорость понимания продукта длится 5-10 минут. Вам просто надо сосредоточиться, понять и подумать, кому вы первым пятерым предложите, создадите чат, и вот ваш наставник поможет вам размотать этим пятерым вот эту вот презентацию короткую и объяснить вообще перспективы разворота, если это человек, ну, его жизнь личная. Выбирайте таких людей амбициозных и финансово чуть-чуть ущемленных, то есть у человека должны быть амбиции. То есть если вы будете предлагать, знаете, там людям, кто ездит на BMW, условно говоря, на Mercedes, у них в жизни все хорошо, и для них это просто такая история, в которую они не поверят. Нужны люди, которым чего-то в жизни не хватает, каких-то эмоций, какого-то общения, каких-то денег, какой-то там узнаваемости, и там много всяких критериев есть, по которым людям можно, психотип людей выбрать, кому ты можешь предложить. Так вот, ребят, на самом деле, вот Airdrop, это один из самых, я не знаю, мощнейших, он в самом, знаешь, как в чате один раз сказали уже, что он вышел именно вовремя. Сейчас очень много людей, я уже, вот у меня в городе живет 300 тысяч человек, ну, я периодически гуляю там по городу, ну, и мне не трудно подойти к молодежи, там, лет 18-19, подойти, ну, мне 28, подойти, предложить, заговорить, ну, и рассказать. И кому я не предлагаю, в день по-любому 10 касаний дела на улице. Кому бы я не предложил, они все в курсе. То есть, представьте, масштаб, просто скорость. В городе запустил это я, а уже кому бы я не предложил, уже все в курсе. Даже просто на улице встречному человеку, они уже все в курсе. То есть, у каждого просто срабатывает, знаете, вот эта точка старта, не сразу, кто-то чего-то ждет, постоянно у кого-то какие-то там предубеждения, какие-то волнения, сомнения, а кто-то действует. Вот, много кто, вот я сегодня с пареньком общался тоже, вот он ждал, он ждал, а сейчас все его друзья уже зашли под кого-то, ему там 16 лет, он говорит, я просто не верил. Вот человек говорит, я не верил. А говорю, ну, хорошо, ладно, во что ты не верил? Ты же ничем не рискуешь. А, ты ничем не рискуешь. Б, ты ничего не теряешь. В, элементарно вообще просто скачай приложение, посмотри, убедись в этом. Для начала, прежде чем давать оценку, верю, не верю, как бы вот на своем опыте, взгляни, попробуй. Когда вы это пощупаете, поймете, и знаете, пока вы не научитесь это продавать, продвигать, это не начнет работать у вас. Точно так же, как в любом бизнесе. Чуть-чуть нужно время. Чуть-чуть, только у каждого это время по-разному. Там кто-то может разбираться неделю в том, что можно реально разобраться за 5 минут, кто-то может месяц. Кто-то может год, кто-то вообще может не разберется. В самом деле, просто, если вы к чему-то подходите, научитесь первое, это вести ежедневник. Ну, такое, знаете, типа ежедневник дел. У вас есть там, вы подумали вот под конец дня, что вам нужно созвониться с Васей, с Петей, с Аней, с Таней. Вот напишите, созвониться с этими людьми. Зачем предложить то-то, то-то, то-то. Все. И вот завтра, вот каждый день у вас должен быть план на следующий день. Каких-нибудь 3-4 минимальных действий, которые положительно будут влиять на вашу жизнь. Потому что будут какие-то новые знакомства, будут какие-то новые впечатления, будут какие-то новые встречи и так далее. То есть, вы будете набивать шишки, у вас будет появляться опыт, вы будете предлагать, будете получать отказы, будете вот этого, пока не предложишь, не поймешь, как нужно было предложить. То есть, человек путем проб и ошибок учится разговаривать. То есть, не получится так, что ты с первого раза выйдешь и расскажешь так, чтобы у тебя что-то купили. То есть, это должен быть близкий, либо человек, которому ты ни разу там не подвел. То есть, вот только вот так вот. Вот. Здесь же нужно набивать значимость продукта и так далее. По всем критериям, по всем критериям данный аэрдроп вообще с аналогичными или вообще с традиционным бизнесом, ну, короче, прикуривает, прикуривает он, форум может дать километровую. Ну, я вам говорю, и вы откроете традиционный бизнес с 5 миллионным капиталом, будете меньше зарабатывать, чем я продвигаю аэрдроп. У вас будет рисков ответственности времени, энергозатрат на все это. Гораздо больше, чем я, сидя на диване, буду звонить в день 10 людям и объяснять грамотно, не спеша. ребят, заходите, продвигайте приложение, изучайте технологию, изучайте проект. У нас огромные перспективы. Да, монета стоит 3 рубля, стоила раньше 100, но от этого ничего не меняется. Завтра будет 2-3 миллиона пользователей, монета может стоить 100 долларов и что тогда теперь. То есть, ну, я сейчас просто вкратце. Должно быть понимание, что монета – это как акция компании. Вот сейчас тяжелые времена, акция стоит дешево. Есть возможность купить акцию дешево, в передачу уходит новый продукт, и эти новые продукты очень сильно масштабируют проект. У меня, вот у меня сейчас после вот этой амассессии, у меня в 9 часов амассессия для своих вот ребят с аэрдропа, и уже порядка там человек 10 хочет начать делегировать их дневной заработок. У меня уже 4 человека делегируют стабильно то, что зарабатывают, один человек оплатил тариф, один человек купил на 10 тысяч монет, ну, 10 тысяч монет проделегировал. То есть, конверсия из того, что ты с этими людьми работаешь, по-любому какая-то будет. То есть, опять же, человек начинает зарабатывать, он не рискует, он свои заработанные деньги инвестирует теперь под проценты в технологию. То есть, вот это вот грань перехода, как только человек начнет зарабатывать и к ней прийти очень быстро. То есть, чем быстрее вы начнете зарабатывать в аэрдропе, тем у ваших людей будет больше мотивации начать зарабатывать. Потому что он видит, что вы зарабатываете, ничего сложного не делаете, люди хотят дублицировать. А пока вы не начнете зарабатывать, никто не захочет за вами идти. Человеку непонятно, как ты его научишь зарабатывать, если ты еще сам не зарабатываешь. Понимаете? То есть, ну, мне тоже такие вопросы иногда встают поперек горла, типа, ну, вот ты меня учишь, а сам ты не умеешь. Ну, например, да, там, вот, и зачастую, да, там, у кого-то получается, у кого-то нет, кто-то рано сдается, кто-то, вот, знаете, есть такая картинка, где с молотком, типа, бриллианты, короче, там, копаются, и вот один удар оставался, чтобы собрать эти бриллианты, и он поленился, развернулся, ушел домой. Так вот, вот этот последний звонок, всегда у вас должен быть еще один звонок. То есть, вы там, в сетевом бизнесе не бывает так, чтобы вы в один день все решили, все, больше никому предлагать не буду. Вот, вот, когда у вас такие мысли приходят, вот, сделайте еще один звонок, вот, и еще один. Ну, как бы, ничего сложного нет, и тем более у нас такой легкий продукт, сейчас вышел, аэрдроп, ну, как бы, никто ничем не рискует. Позвоните, предложите возможность заработка такую, не обещайте там, лавры, не надо рассказывать, что кто-то зарабатывает очень много там, это понятно, ну, человек не может на себя одеть чужую одежду, то есть, типа, я с чего-то решил, что у меня получится. Просто покажите, как он может там, пригласив 10 человек, уже заработать 200 монет. И вот у него будет две недели, например, месяц, чтобы пригласить еще десятерых, и заработать свои 1200 рублей, это 420 монет. То есть, не надо ставить людям такие ограничения, типа, давай здесь и сейчас быстро, там, 100 человек заводи, просто объяснить даже, если ты каждый день по одному человеку будешь заводить, это в месяц, у тебя будет 420 монет за месяц, это равно 1200 рублей. Такая прибавка к зарплате в конце месяца от артери. Ну, типа, знаете, премия такая маленькая, немного, ну, полный бак бензина, у кому-то лишние полторы тысячи, знаете, мне даже 500 рублей не лишние, хотя там неплохо зарабатываю, но деньги лишними не бывают, тем более, когда они стабильные. Вот. Когда вы научитесь это объяснять, это прям, ну, люди будут это покупать. Вот важно научить, вот зарабатывать человека чуть-чуть, 50 рублей. Потом, что, понимаете, я тоже сейчас мог кричать, типа, давайте научу вас зарабатывать полмиллиона, там, ну, человек не верит в эту фантастику, он зарабатывает 30 тысяч, пятерочка или где-нибудь еще, для него 500 тысяч, это годовой, двухгодовой доход, от которого там ничего не остается, по истечении двух лет, он просто на эти деньги живет, что существует, короче, вместе с этой пятерочкой. Вот. Поэтому, для них это фантастика, и вы для них такой дурак, который верит в какие-то чудеса. Поэтому, чтобы не сталкиваться с такими критериями и ответами в свой адрес, ну, типа, на ваше предложение, не обещайте человеку заработать 100, 200, 50, 30 тысяч, научите человека заработать за месяц даже 1200 рублей, это 420 монет. Пригласи в каждый день по одному человеку, сука, ну, один человек в день в Airdrop, ну, это вообще легче простого. Ребят, ну, думаю, достаточно пока, если есть какие-то вообще, в принципе, вопросы, можете задавать, какие-то темы, интересно еще вам услышать. Да, это интересное на самом деле, вот это вот с Airdrop, как бы я с той стороны, ну, не смотрела, вот с этой, да, стороны, как можно как бы потом раскручивать это все, да, в Airdrop. На самом деле, хочу сказать по поводу того, что нужно перестать уже раскачиваться, столько материалов, вот мы даже вот в этом чате, да, в нашем дали это, я не знаю, там просто хватит, чтобы пол этого планеты, наверное, зарегистрировать в этот Airdrop, это столько амассессий проведено, столько там инструкций, и листовки там, и как ричат вести, кого рекрутировать, где брать вообще этих людей там, как с ними общаться, тут уже просто настолько все разжевано, что это просто грех этим не воспользоваться, и начинать нужно было еще вот прям вчера, то есть это нужно делать, потому что, опять же, я вот своим людям всегда говорю, что Airdrop, он не вечно будет, да, у нас действовать, не вечно, вот это вот такая акция. Ну, 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 слушай, вот именно с таким расчетом, что по рекламе, да, вот именно вот как сейчас, да, продвижение дем там за монеты, вот это вот, как бы, ну, нужно уже прям действовать, прям вот сейчас уже, потому что вот многие еще пока думают, что-то там придумывают, пытаются, уже все сделано, уже все, мы методом проб и ошибок уже все попробовали, вот вам прям выжимка, и как бы, ну, это реально все работает. Знаете, вот самое прикольное, то, что человеку просто нужно начать делать, просто делать, возьмите, знаете, вот здесь такой закон Вселенной, Вселенная любит тех, кто действует, и она открывает, прокладывает им дорогу, вот все, что от вас сейчас требуется, вот заканчивается ама-сессия, создайте себе чат, просто, ну, вот создать чат там в телеграмме, две секунды, поверьте в то, что в этом чате завтра будет 20 человек, например, просто поверьте, вот представьте, что вот у вас уже чат там 20 человек, и вот завтра начните делать касания, и у каждого есть наставник, пусть ваш наставник, если вы не можете провести презентацию, в этом новом чате проведет вот такую видеоконференцию, в формате пятерым людям объяснит перспективы, извиняюсь, объяснит перспективы вот такого, такого заработка, потому что, ну, это вообще, это, я не знаю, это один из самых, честно, короче, первое время было очень сложно, вот с этими подростками, много вопросов, очень, они вообще никаким образом не относятся к артере, у них очень много вопросов, бывают одни и те же, потому что они чат не читают, у них, я тебе вот пять минут назад написал, через пять минут пишу то же самое, тебе приходится еще раз, он, потому что он не хочет перечитывать, он хочет вот просто на свой вопрос тот же самый получить ответ, и у меня порой не хватало нервов, уже прям выгорал, короче, и вот в один день просто уже, еще одно касание делаю, там еще одного паренька, и он начинает работать, и он задает темп в чате, вот, он первый вывод делает, второй, третий, то есть вот этот момент, главное не выгореть, и на самом деле, ну, не так легко, короче, было, как я думал, там, знаете, типа, вот сейчас начнут работать, у них тысяча вопросов, их блокировать бывает, у них там какие-то задержки, там, то монеты им, бывает, не приходят за рефералов, то еще что-то, ну, и вот башка вот такая, короче, но это стоит, игра стоит свеч, короче, реально стоит, потому что короче, вот среднесуточный доход у меня плюс-минус в артере был, там, ну, 500 монет, там, 400, это полторы тысячи рублей на сегодняшний день, сейчас приходит минимум две тысячи монет в день, минимум с аэрдропа, ну, это шесть тысяч рублей, сука, шесть рублей с аэрдропа за неделю, ну, куда пойти начать зарабатывать такие деньги, если у вас есть предложения, вот такие легкие просто, легкие, я готов рассмотреть, короче, просто на самом деле человек, вот, знаете, легкое оставляет, идет по какому-то тернистому пути, тем более здесь, ну, вам уже реально все настолько просто объяснили, тут надо брать телефон в руки, звонить и объяснять человеку, как можно заработать, показать ему наглядно, да, не кайф звонить, да, уже все знают об артере, но это уже артере 2.0, знаете, вот, объясняйте, как это вот артере 2.0, мы вот так вот сейчас масштабируемся, человек не хочет, я даже своим старым партнерам позвонил, из десяти звонков четыре человека зашли в аэрдроп, которые уже разделегировались и вышли с проекта давно, им интересно продвигать приложение, зарабатывать деньги, я не, я только глупец не захочет зарабатывать так деньги, понимаете, только реальный глупец, то есть, поэтому, или просто человек, который не рассмотрел, не понял, не просто, ну, вот, знаете, как поезд едет без него, потому что он почему-то решил, что здесь денег нету, вот, ребят, честно, короче, вот, с каждым днем все больше и больше людей скачивает наше приложение, возможно, на 100 тысячах, на 200 тысячах скачиваний, вот именно раздача по аэрдропу касательно дем закончится, вот Таня правильно сказала, ну, возможно, сам бот останется, какие-то другие приколюшки будут, короче, сейчас есть возможность реально зарабатывать в день, там, 500 терапевтических монет, ничего не делая, просто, пум, трем людям предложить, я вам прям рекомендую, короче, запустите эту монетель, эту двену, и у вас, когда начнет заработок, идти в день даже 100-200 монет, пассивно, смотри, вот мне, конечно, немного стыдно, я вот реально просто сейчас как бы не сфокусировал, на аэрдропе, сам понимаешь, тут у нас головников на преселе тоже достаточно много, вот, ну, я имею в виду по изоним, стыдно, что не разобрался, еще не залез даже сам, здесь просто получается, сам язык выглядит, непростота, вот по идее, грубо говоря, хотелось бы понять, какая конверсия в среднем получается, допустим, из 100 приглашенных в дальнейшее развитие по структурам, у меня из моих, из моих лично приглашенных, из 20 человек, 20 уже хотят создать кошелек, вот я сейчас этих, я сейчас этих 20 прогрею, и они будут прогревать своих уже людей, вот просто, у них, у меня уже все хотят создать кошелек и делегировать монеты, потому что человек имеет стабильный, пассивный заработок в аэрдропе уже, даже 400 монет пусть будет, и он знает, что пусть эти монеты, пусть еще чеканятся дополнительно в технологии добычи, в кошельке, то есть он уже понимает, потому что я ему об этом рассказываю, вот, соответственно, на языке выгод, в общем, получается. Конечно, да, ты человеку просто элементарно объясняешь вот маленькие действия, какие результаты несут, и если эти маленькие действия я буду делать все, то вот тебе, пожалуйста, никаких рисков, ничего, на самом деле, Саша, вот такой же, просто, ну, банальный пример, вот, как мы пропустили с изонем, да, вспышку, вот, я пропустил, честно, я сейчас только начинаю вникать, здесь, не пропустил, лучше никто ничего, подожди, здесь чуть-чуть поинтереснее все, просто, гораздо проще, и доступнее каждому, то есть, это тут не надо вкладывать, не надо, там, ну, сама суть, то есть, это не мешает еще продвигать из зонем, я никого не отговариваю, то есть, я, про то, что получается, в принципе, у компаний продуктов много, по идее, если, допустим, люди уже готовы подключаться, там, конвертиться, допустим, в разные сделки, да, там, на изонем, там, на, что еще, на кошельки, на развитие, что у нас там еще, грубо говоря, на ловы склады, академия, что угодно, это вовлеченность, то есть, по сути, грубо говоря, здесь надо понимать, конверсию, реально понимать, я бы, что еще сделал, по-хорошему, людей, те, которые реально двигают, потому что, вот, выжимку бы такую сделать, по людям, которые реально двигают, потому что, допустим, есть чат, да, какой-нибудь, и он, как махина, вот, мертвый получается, грубо говоря, там, на сколько-то процентов, просто сделать такую команду, да, и, грубо говоря, может быть, даже какой-то соревновательный, технический. Конечно, мы так и планируем, вот у меня в чате, так и было изначально, они в своих чатах, у меня вот в чате 400 человек, 300, у них, а в команде 8000 человек, у них у каждого уже свои чаты, по 40, по 500, ой, по 400, по 500, по 200 человек, то есть, они дублицируют то, что я с ними делал, они мои файлы, из моих чатов, кидают свои чаты, вот, и там уже каждый человек понимает перспективу дальнейшего, иметь свой чат, это же не последний аэрдроп на планете, понимаете, у вас есть свой чат, где очень много людей, которые с вами зарабатывают, через месяц, через два появляется новый аэрдроп какой-нибудь, вы заходите, скидываете им такой же простецкий аэрдроп, скидываете, и за вами сразу 5000 рефералов заходят, вы за день зарабатываете, условно говоря, баснослованные деньги, то есть, вы себе сделали, такую мини-аудиторию, которая с вами будет везде в аэрдропах зарабатывать, но при всем при этом продвигаете свой проект, понимаете, то есть, и учитесь общаться, коммуницировать с людьми, учитесь общаться, вести чаты, ищите нужную информацию, ищите подход к людям, то есть, ну, реально, такой, бэкграунд, который, опыт, который в жизни пригодится, тем более, ну, это коммуникации, разные люди встречаются, кто-то на нервы вводит, кто-то наоборот мотивирует, кто-то, от кого-то ты наполняешься энергией, кто-то раздражает, но вот это вот состояние, оно тебя учит выбирать вообще твое состояние, которое тебе приносит результат, вот вообще нет сомнений, что сейчас у меня ноль сомнений касательно артери вообще, что это получится или не получится. Я тебя еще поднимаю, как бы с вопросом, ты не против потом? Да, нет, нет. Все, спасибо большое. Не за что, не за что. Ребята, в зуме 45 человек ведет, есть вопросы? Всем, я не думаю, что вы завтра сделаете по 100 человек или по 10, ну, задавайте вопросы, не стесняйтесь, хотите? Даже просто, ну, я вам готов помочь, если у вас, если вы завтра кто-то, вот давайте сделаем прикольную тему, вот такую, кто завтра создает чат и заведет в чат 5 человек, может постучаться мне в личку, я вам помогу провести вот маленькую такую видеопрезентацию вашим пятерым людям и, ну, как бы попробую их включить в жизнь деятельности проекта вот именно через Airdrop. Просто это моя вам мотивация, создаете себе чат, мне не надо, ну, мне не важно под кем вы, создаете себе чат, заводите 5 людей, чат новых людей и добро пожаловать, пишите мне в личку, помоги, пожалуйста, провести зум на 5 человек по поводу Airdrop. и все, я захожу, провожу вам Airdrop и объясняю людям, что надо заводить чат. У вас будет такой мини, мини развивающийся чат. Если у кого-то есть амбиции, добро пожаловать, создавайте чат, пишите в личку, завтра начнем делать. Ну, как бы интересно, тем более, ну, у вас чуть-чуть, допустим, нет результата, у меня есть результат, у вас есть желание. Все, результат с желанием складывается и получается результат-результат. Ну, то есть, вам просто будет легко дублицировать, когда у вас есть человек под рукой, который вам готов помочь. Тем более, нас очень много, информации очень много, а вот главное желание. У каждого человека сейчас есть по 5 человек. Просто создать чат, пригласить пятерых и вот объяснить им, что завтра будет прикольная презентация такого легкого, доступного продукта, на котором можно зарабатывать деньги, ничем не рискуя, ничем не инвестируя, ничего не инвестируя. При всем при этом ни в чем себе не отказывать где-то через недели-две. То есть, я сейчас, ну, не сказать, что я стал долларовым миллионером, но, короче, последние дня 4-5 там, ну, даже зарабатывая 5-6 тысяч в день, ну, короче, я себя, ну, не то, что чувствую безбедно, просто, ну, мне по кайфу. Ну, я понимаю, что я прям потрудился жестко, ну, потому что у меня нервы шалили уже с этими студентами очень много. Период такой был, первые дня 3, вот у них миллион выводов там, вот, их блокируют, у них там проблемы. Ну, короче, нервничал, не думал, что так пойдет. Но вот результат, вот мое состояние, вот это вот, я его переборол, не опустил руки, вот оно дало плоды. Вы сейчас можете просто пройтись по такому же пути, если есть желание со мной, вот, если нет желания, смотрите дальше. Ну, я надеюсь, что с этого чата даже 1-2 человека найдется, кто завтра создает чат, и пригласит туда 5 человек, и обратится за помощью. Потому что, короче, когда мне мои наставники предлагали что-то, что работало, короче, я не ждал, я реально не ждал. Вот мне я поговорил, и все, как только ложилась трубка, я начинал действовать, короче. Вот когда у вас вот такой запал будет, ну, в первую очередь, вы работаете для себя. Ну, я не знаю, хотите вы хорошо жить или не хотите, я лично хочу. То есть, меня не надо мотивировать, чтобы я там зарабатывал деньги, типа, вот, заработаешь себе на машину. Я и без вас знаю, что мне нужна машина, квартира, там, остров, и так далее. Вот, и мотивации дополнительные, я мне не нуждаюсь. Вот у вас должны быть такие же амбиции. Ну, это лично мое мнение. А там уже у каждого на сколько и хватит. Потому что, ну, короче, живем один раз, ребят, один раз, просто. Хотелось бы что-то вспомнить на старости лет, такое, знаете, увлекательное, где-нибудь, что ты отдыхал на Мальдивах, на Бали, летал чартером на своих самолетах, короче, и что-нибудь оставить своим детям, внукам и так далее. Ну, короче, с теми амбициями, которые у нас, у некоторых людей в чате, вы кроме, как я не знаю, шапки сухарей, ну, извините за выражение, ничего не оставить, или гору кредитов, и там, я не знаю, долгов своему поколению. Ну, просто нужно действовать, короче, из-за вас никто вам ничего не сделает, короче, такая жизнь несправедливая в наше время. Наоборот, еще и там налоги, и так далее, штрафы там, много всего еще навешивают, ну, загнать, только проблем могут создать. Помочь никто не хочет. Вот, здесь у нас чат единомышленников, помочь готовы, чтобы мы хотели вам помочь, мы должны увидеть от вас какие-то маленькие действия. Вот, мои интересы помочь вам, явно я там ничего не имею. Я, наоборот, помогу вашей команде, под кем вы стоите, и проведу за вас презентацию, за вашего наставника, или же обращайтесь к своему наставнику, может, и он там включится в жизнедеятельность, потому что увидит, что вы работаете. В общем, такой тем, втянуть не надо. Короче, если вам деньги не нужны, вашим родителям нужны, вашим детям нужны, короче, подумайте, что этот инструмент может очень быстро помочь вам зарабатывать такой среднестатистический месячный доход за неделю. Вот, просто стабильно. Вот, за неделю можно заработать 10 тысяч. Если потрудиться, вот, я думаю, что десятка в этом чате никому не лишняя. Вот, так что, ребят, действуйте, короче, живем один раз, не ленитесь, у нас огромные перспективы, много заряженных ребят, много интересных личностей, мне по кайфу с вами быть в одном проекте, вот, делиться опытом, слушать, набираться от вас опытом, у нас обязательно получится все. Просто вот, ну, мне не хочется, знаете, с вами делиться именно с позицией, типа, у меня получилось, вот, слушайте меня, нет, наоборот, мне хочется, чтобы вот таких, как у меня получилось, было, чем больше, тем лучше, потому что мы будем, ну, об этом вещать везде, понимаете, вот, а когда у нас будет 40, 50, 100 человек с таким же результатом, например, как у меня, но у нас уже будет 800 тысяч человек, там, в аирдропе, ставьте, у меня 8 тысяч, и умножьте на 100, это 800 тысяч человек, вот, и так далее, так что, имейте в виду, двигайтесь, вот просто, отбросьте все сомнения, и действуйте, и обязательно все получится. Есть еще пару, тройку вопросов, давайте еще 5 минут, вот, и закончим. Эдмонд, у меня такой вопрос, а что будет через месяц с теми людьми, которые подключились, ну, то есть у них тариф не оплачен, например, а он там структуру большую сколотил, куда эти люди-то потом пойдут через месяц? Ну, как бы для начала, начнем с того, что эти люди остаются в телеграм-боте по вашей структуре, даже если по блокчейну они уйдут куда-то, поняли? Ну, начнем с того, что они в телеграм-боте по-любому останутся за вами, то есть если он будет работать, все равно вы свои вознаграждения получаете не в артере блокчейн, а в телеграм-боте, то есть разницы нету, куда они пойдут, а тут тоже второй момент, если у вас оплачен тариф, то они никуда не пойдут, они останутся под вами, то есть тут двояко, если вы хотите, чтобы вся эта аудитория осталась под вами, тогда оплачивайте тариф, и в дальнейшем они никуда не уйдут, а если вы не рассматриваете продвигать проект артери, а хотите зарабатывать в телеграм-боте, тогда вам в принципе, ну, эти люди неинтересны, они все равно под нами в телеграме, и заработок от них все равно будет идти, потому что деньги начисляются именно в телеграме, вот, объясню? Спасибо, спасибо большое. Есть еще какие-то вопросы, ребят? Если нет вопросов, давайте завершать. Какие-то, ну вот, мой совет, реально, кому вот интересно, создавайте чат, приглашайте своих людей в чат, и обращайтесь в личку, либо ко мне, либо к своим наставникам, давайте мы будем вам помогать, вот, а вы будете набираться опыта, пока уже, ну, сами будете потом делать это. У меня, знаете, еще такой последний две секунды, ну, две минуты вещания, я, короче, когда только пришел в проект артери, ну, мне Кирилл Жужнев сказал, давай, короче, я тебе помогу провести пять встреч, пять зумов, типа, ты послушаешь, как я рассказываю, чтобы ты уже имел представление, как продвигать проект. Ну, я, конечно, согласился, все, у меня в первый день уже две трешки с ним было. Вот, я сидел, просто слушал. И вот, с первый раз я услышал всю информацию, на второй раз я уже, когда он повторял, ну, второму моему человеку, я уже что-то помню, я уже что-то понимаю, на третий раз я уже чуть ли не врываюсь в разговор, потому что я уже, ну, много чего запомнил. Так, на четвертый, на пятый раз я уже сам научился говорить, я уже понимал последовательность, как мой наставник рассказывает, то есть это нужно слушать регулярно, нужно практиковать регулярно, это как такая, знаете, хобби, которое перерастает потом в, ну, постоянный заработок, постоянное хобби, такое увлечение, ты вроде бы ничего такого сложного не делаешь, общаешься с людьми, но так ненавязчиво учишься предлагать им свой бизнес и на партнерской программе, то есть ты учишься ненавязчиво продвигать свои интересы, короче, вот, поэтому вот так вот это и работает, то есть сетевой бизнес, это научиться ненавязчиво продать человеку продукт просто тем, что ты делишься с ним результатами, делишься с ним опытом, делишься с ним, я не знаю, навыками, там, какой-то пользой, человек покупает именно вот пользу, навыки, веру в то, что у него тоже получится, вот главное это научиться доносить именно ненавязчиво, и вот это набирается опытом вот таких взаимодействий с людьми, коммуникации, то есть вы не боитесь, вы пробуете, знаете, еще такой самый момент, такой ключевой, короче, люди говорят, да я сейчас позвоню, мне откажут, короче, такая крутая фраза была для нас, вот представьте, есть пятиэтажный дом и там 100 квартир, да, вот вы, вам говорят, за каждую дверь, в которую вы постучитесь, вы получите по 10 баксов, даже если вам там откажут, и ты понимаешь, что в каждом подъезде 20 дверей, это уже 200 баксов, просто заходить, предлагать, да пофиг даже, если откажут, но как бы ты идешь и предлагаешь, потому что у тебя есть 100% 10 баксов, так вот, здесь точно так же, из 20 человек, один точно согласится, этот один приведет вам эти 200 баксов, просто нужно не сдаваться, короче, то есть ты делаешь касание человеку, ты считаешь, что ты уже десятку себе в карман положил баксов, просто их еще нету, человек тебе отказал, но десятка у тебя такая уже лежит, потом еще одно, еще одно, еще одно, оп, на четвертый раз человек зашел, человек привел пятерых, ты уже там заработал какие-то деньги, все, и вот так вот, то есть, чем больше касаний, тем больше опыта, тем больше у вас язык подвешивается, красноречивый вы говорите, и вот так вот люди начинают вас воспринимать, он видит, что ты этим занимаешься регулярно, он начинает тебя дублицировать, я говорю, самое главное, создать чат, вот с чата все начнется, без чата это будет каша такая, которая ни к чему не приведет, люди должны в чате взаимодействовать, здесь чата не будет, не будет никакого там, вот этой бешеной динамики, не будет вообще, надеюсь, был полезен, приятно, что даже 45 человек, 50 вот, были на МАССе, она длилась 50 лет,